Израиль за неделю. На народной волне. И попали в теракт здесь. А кто за всем этим стоит? И у вас, и у нас, и во всем мире стоят левые. Почему этот 19-летний отморозок сделал это? Он слушает Илан Амар, он слушает Рашида Талиб, вот этих мусульманок. Сейчас у нас антисемитизм поднимается, и неизвестно, где будет скоро больше терактов, у нас здесь или у вас там. И за всем этим стоят вот эти вот левые, которые называют себя демократами, которые называют себя либералами и так далее. Поэтому пока народ не проснется и не поймет, что нельзя покупаться на эти три копейки, когда им обещают бесплатно что-то или все, как у нас здесь обещают, все бесплатно. И дома бесплатно, и можно не работать и будешь получать зарплату и все прочее. Пока народ не проснется и перестанет продавать себя и будущее своих детей, так и будет продолжаться. Причем с наступающим, по наступающей. Могу только сказать, что вот это вот у нас, например, это Рашида Талиб выступила на заседании Каир. Есть у нас такая организация мусульманская, это ответвление от братьев-мусульман. И сказала, что мусульмане приходят, они уже в правительстве и они уже и в Конгрессе. Почему она это сказала? Потому что это подоплека всего ислама. Любыми путями надо проникнуть в самую сердцевину, занимать эти места. И вот Обама за 8 лет все это сделал. И сейчас все это продолжается. И у вас такая же ситуация. Начиная с Осло и до того. И продолжая до сегодняшнего дня. Спасибо за ваш звонок. Я так понимаю, что это не вопрос, а утверждение. Я просто хотела бы дополнить, что вот недавно у вас была опубликована карикатура, что Трампа дергают за ниточки евреи. И понимаете, вот с одной стороны говорят, вот, он представитель там неофашистов, он, наверное, правый. Он совсем не правый. Нужно хорошо помнить, что за ниточки дергает мировое еврейство. Вот перед глазами у меня сейчас эта карикатура, где Нетаньяху изображен в виде таксы с Магендовидом на шее, а у Трампа кипа на голове. Это было ведь опубликовано не где-то, не в какой-то желтой газетенке. Это было опубликовано в рупоре демократической партии в газете New York Times. И в социальных сетях есть сравнение, когда в нацистской Германии опубликовали нечто подобное, подобную пропаганду, когда изображен был Черчилль на поводке. Да, штурмеры такие карикатуры рисовала. То есть, на самом деле, и потом после того, как New York Times якобы как бы извинился, очередная карикатура подобного плана на Нетаньяху. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, у вас есть. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Ася. Очень большое спасибо за вашу передачу. Я как раз довелось мне жить в Израиле в момент, когда происходил весь этот островский процесс. Ну, тут еще надо сказать, что кроме партии «Вода» там большую роль сыграла партия «Мерец», которая тоже была крайне предательская по отношению к Израилю. То есть, эти леваки, которые, к счастью, сейчас они уже практически умерли, как движение, но тогда это было как раз на подъеме. Ну, я бы хотел вас спросить вот о чем. Тут ваш сменщик, который вещает, когда вы отсутствуете. Ну, мало того, что он плохо знает историю политическую Израиля, потому что он действительно утверждал, что ословский договор не проходил никакого утверждения в Кнессете. И люди ему справедливо ткнули его носом, что депутат Гольбфарб за автомобиль Митсубиси. Возможно, мы его просто не так поняли. Осло два раза проходило утверждение. Нет, это был не Александр. Ну, вот что я хотел спросить. Он, значит, большой поклонник Леберман, и он с пеной рта утверждает, что Леберман – большой патриот Израиля, великий государственный деятель. По-моему, он оппортунист и политический проходимец. И еще одно доказательство того, что тот кризис, который едва не стоил сейчас государству Израиля второго осва, потому что если бы пришли к власти белоголубые социалисты, то неизвестно, чем бы это все закончилось. Если Леберман был инициатором падения правительства, то сейчас он отчаянно торгуется, значит, продает свои несчастные пять мест в Кнессете максимально дороже. Что вы думаете по поводу его вхождения в правительство? То есть, вообще, какой смысл пускать этого негодяя? Понятно. Давайте чуть-чуть покороче. Ну, вопрос понятен. Потому что нам нужно прерваться. Понятно. Ну, смотрите, видите, у нас плюрализм. Кто-то вам объясняет, что Леберман вообще спасает Израиль. У меня как раз мнение гораздо более близкое к задавшему вопрос. Леберман понимает, что без его партии устойчивой коалиции не будет, и поэтому он занимается элементарным шантажом. Выторговывает как можно больше для того, чтобы, ну, в общем, это политика и есть, да, так сказать, сила в политике – это когда ты торгуешься. Леберман утверждает, что он поставил условиям вхождения в коалицию, там, пенсии для репатриантов, там, еще какие-то блага. Но я как-то… При этом он обговаривает, что даже и без пенсии он все равно войдет в коалицию, что он… Понятно, что никто не хочет идти на повторные выборы, так что понятно, что Леберман, да, войдет. Ну, вот он позволяет себе как следует, как следует поторговаться. Надо сказать, что и все остальные партии прекрасно, прекрасно торгуются. Вот бывшая партия Мавдаль, там, значит, Смотрич и Перец, они просят министра, министерства оборота, министерства юстиции и министерства образования. Тоже те портфели, которые были у Шакет и Беннета, когда те были в партии Мавдаль. И надо сказать, что Смотрич уже переехал в бывший кабинет Шакет, так что есть большая вероятность, что Смотрич таки получит своего министра юстиции. Ну, посмотрим. Посмотрим. Значит, мне партия Лебермана кажется партией секторальной, партией непрозрачной. Значит, вот эти многочисленные дела, по которым сидят приближенные, то есть правая рука Лебермана, там, Фаина Кершенбаум, там, его ближайшие, ближайшие соратники сидят за, так сказать, грязные методы распределения финансов. Вот. И мне это очень не нравится, и большинству израильтянам это не нравится, потому что когда-то израильтяне, вообще, вполне сочувствовали Леберману, думали, он правый. А когда начались вот эти вот процессы, и не как процессы против Нетуниягу, говорят, 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 а когда доходит до дела, так сказать, выясняется, что Нетуниягу ни при чем и ни копейки не взял. А против Лебермана действительно вот ближайшие его соратники сидят, доказано, что они злоупотребляли общественным доверием и чуть ли не вымогали там деньги и так далее. Так что вот это вот не нравится. Это партия секторальная, партия, которая держится на голосах пожилых репатриантов, которые читают русские газеты, смотрят русское телевидение и, так сказать, оттуда берут информацию. А, так сказать, покупать благосклонность журналистов Леберман умеет. Ну вот, все, что я могу сказать об этой партии, а дальше слушайте ее представителя. Кто агитирует за партию Лебермана? Как его зовут Сергей? Это был Дмитрий Щиглик в русский форум за Израиль. Да, он же американец, правильно? Я с ним встречался в Всемирном Сионистском Конгрессе. Давайте мы сделаем перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Асиэнтовым. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, у меня вопрос и небольшой комментарий. Значит, вопрос такой. Вы были внутри, так сказать, этой партии Зиуд. Я тоже в International Зиуд была и, естественно, болела за Моша Феглина. Скажите, пожалуйста, вот результат вашего анализа, почему проиграл Зиуд? Потому что Моша Феглин – это как бы честь и совесть Израиля. А комментарий такой. Вот вы говорите, что не только Либерман, но и остальные политики такие же продажные, такие же вот манипулирующие мнением и так далее. И ставите свои интересы на первое место. А вот Моша Феглин совершенно другой. К сожалению, он не вошел в этот раз в правительство, в Кнессет. Я надеюсь, что в следующий раз он, и не только он, кстати, Олет Шакет и Беннет и многие другие тоже – это не Либерман. Поэтому надо как бы разграничиваться, никогда не говорить, что все правые такие же, как левые, или все политики одинаковые и так далее. Спасибо. Значит, с Мошей Феглиным есть давно известная проблема. Понимаете, лидер может быть на шаг впереди людей, которых он ведет, но Моша Феглин забегает на два и иногда даже на три шага вперед. И поэтому его не всегда правильно понимают. Например, вот были у него такие высказывания, к которым прицепились. Понимаете, как только стало понятно, что партия Зиуд проходит в Кнессет, что она действительно опасна, отбирает голоса у Ликуда, у Либермана, у правых, там, других, у левых даже, на нее стали всячески нападать и извращать то, что Моша Феглин сказал. Например, вот его спрашивали, а вы присоединитесь к кому? К правой коалиции или к бело-голубым, к Гансу? И он говорит, что... Он сказал там, среди прочего, что... Имел он в виду, что правая коалиция не такая уж правая, что Ликуд не такой уж правый, что во время правительства правой коалиции и Биби-Нитниягу разрушаются еврейские поселки, выселяются евреи, переводятся деньги арабским террористам, израильские деньги. Израиль переводит деньги автономии, автономия переводит деньги террористам. То есть мы платим, сами платим нашим террористам. И так далее, и так далее, и так далее. То есть он имел в виду, что правая коалиция не такая уж правая, но высказался, так сказать, правая коалиция интересует только мою бабушку. Ну, это аналог, да, если сказать, что меня что-то интересует, как прошлогодний снег. Ну и все стали объявлять, что Феглин не правый, что когда он войдет в Кнессет, он присоединится к бело-голубым, и этим многих правых избирателей от него оттолкнули. А левых избирателей, таких, скажем так, левых, умеренных, да, нормальных левых, от него оттолкнули тем, что сказали, вот он машехист, он намерен немедленно построить храм. И действительно, в программе Феглина написано, что, в принципе, мы евреи, храмовая гора наша, и нужно подумать о создании храма, который будет объединять всех евреев, напоминать им о еврейской истории. Вот, но говорили, все, он там насильно построит храм, он лишит гражданства всех неевреев в Израиле, которые приехали по закону о возвращении. В общем, возводили на него вот всяческую напраслину, как справа, так и слева. И это оттолкнуло от него многих избирателей. Это во-первых. Во-вторых, были подтасовки. Случайные, намеренные. Этого никто не знает, никто не может доказать. Факт, что сама Центральная избирательная комиссия признала факты подтасовок, и не только на арабских избирательных участках. Об этом давно и всем известно. Просто никто не хотел с этим связываться, это расследовать. Признали факты, когда данные с протоколом избирательного участка не соответствовали данным, внесенным в компьютер Центральной избирательной комиссии. Ну, я вам приводила уже примеры этого. Это расследовали, так сказать, часть выявленных нестыковок была исправлена, но это тоже, к сожалению, было недостаточно. По-видимому, вот таких подтасовок было гораздо больше, потому что их можно выявить в маленьком поселке, где понятно, что за арабов никто голосовать не будет, а наоборот за Зеут известны просто люди лично, которые голосовали. А в большом городе, такой как Бершева или Хайфа, там гораздо труднее такие подтасовки выявить, потому что в этих городах действительно живут арабы и так далее. Ну и, кроме всего прочего, у партии Зеут, в отличие от, скажем, партии новых правых Шакеда и Беннета, у нее не было бюджета. Мы держимся только на добровольных пожертвованиях. Бывшие министры Айелес Шакетнов, Талиб Беннет, они как бывшие депутаты КНЕСЭТа получают у нас депутат, когда наступают выборы, он получает такое, так сказать, денежное пособие на то, чтобы проводить свою избирательную кампанию. Значит, Фейглин был депутатом две каденции назад, у него нет никакого финансирования, у нас чисто добровольческие пожертвования, пожертвования израильтян, немножко там зарубежных евреев, особенно американских. Фейглин категорически не хочет брать деньги христиан, потому что он боится миссионерства. Есть очень многие христиане, которые, так сказать, сочувствуют Израилю, но Фейглин вот хочет, чтобы у него были чистые руки, чтобы он ничем не был обязан христианам, чтобы на него никогда не могли давить, если христиане захотят там миссионерствовать или чего-то, что идет в разрез. Значит, большая проблема у нас была с бюджетом, а вы понимаете, да, деньги – это кровь войны, а точно так же можно сказать, что деньги – это кровь предвыборной пропаганды. Ну, можно еще говорить десяток причин. В частности, там был один, его просто элементарно подставили, его элементарно подставили, такой желтый журналист, так сказать, тайком в пуем, когда все веселятся, когда, в общем, снял там несколько минут очень таких политически некорректных, не знаю, как сказать, и потом запустил это в эфир, когда Фейглин вообще не понимал, что происходит, он считал, что там дружеское какое-то общение с этим журналистом, вот, и это тоже оттолкнуло многих избирателей. Ну, в общем, будут сделаны выводы, будут рассмотрены ошибки, и, надеюсь, к следующим выборам партия «Зеут» уже будет более успешной. Как вы думаете, правительство продержится каденцией? Ну, у нас в Израиле полную каденцию практически ни одно правительство не продержалось, но может каденция быть год, может каденция быть там 3,5 года, и то, и другое, это преждевременные выборы, как и последние выборы, они тоже были преждевременные, так что понятно, что выборы будут преждевременными, но будут ли они через год или через 3,5 года, это хороший вопрос, и, думаю, тут много зависит от программы, которые представит ваш президент Трап, программу урегулирования, что она будет включать. Хотя он оговорил, что он не будет давить на Израиль, тем не менее, так сказать, очень может быть, что в той или иной форме давление какое-то будет, а правая вот эта вот коалиция, не Таньягу, если там будет предложено что-то неприемлемое для сионистов, то правая коалиция может распасться. Другое дело, что у Нитыниягу всегда есть запасной шанс вступить в коалицию с Ганцем и Лапидом, то есть с этими белоголубыми, сделать правительство национального единства. Но, опять же, если они увидят, что правительство Нитыниягу распадается, и у него нет другой альтернативы, они предпочтут пойти на перевыборы с тем, чтобы единолично отхватить себе власть, а не делать правительство национального единства. Думаю, что пока об этом говорить рано, коалиции еще не сформированы, портфели еще не розданы. Поживем, посмотрим. Спасибо, Асенька, спасибо огромное. Единственное, что известно, что Нитыниягу согласен, чтобы Эдельштейн продолжал быть спикером КНЕСТа. Спасибо, до встречи в следующий раз. А вот министров, пока не будет неизвестным. Спасибо. Спасибо.